МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько триллионов ваших рублей в 23-м году Кремль хочет потратить на войну и содержание своей репрессивной машины? Как олигархи и дети чиновников страдают от санкций? И какой будет настоящая цена частичной, однако, всеобщей мобилизации? Про все это сегодня в программе «Ваши деньги». Я, Сергей Мальнев, начинаем. Попытка Путина и его послушных прихлебателей аннексировать часть территории Украины дорого обходится простым россиянам. Санкции и без того уже более 10 тысяч видов работают, но на подходе новый пакет. Запрет экспорта алмазов и импорта предметов роскоши, ограничение в IT-индустрии, отключение уже всех банков от SWIFT и ограничение цен на нефть и газ. Все это будет и прямо или косвенно, но скажется на каждом в России. А потому надо бежать. И так считают не только сотни тысяч мужчин, бегущих от мобилизации, но и путинские олигархи с их семьями. В частности, Дерипаска. Сюжет о его невероятных приключениях в ненавистной Америке. Дальше. Олег Дерипаска. Он занимал 37-ю позицию в рейтинге российских миллиардеров в 21-м году. Но за этот год он уже опустился до 50-й позиции. Доступ к европейским и остальным рынкам закрыт. Система государственных банков тоже требует реформ. Его состояние оценивали в 3 миллиарда 800 миллионов долларов. А сегодня оно сложилось практически вдвое. До 1 миллиарда 700 миллионов. Но он до сих пор грезит о возвращении былого капитала. Нам же нужно выйти на эти новые рынки. То есть у нас либо это мы сделаем за следующие 4-5 лет, либо будем сопли жевать в следующие 20 лет. Но его мечтам не суждено сбыться. Санкции против него не ослабляют. Более того, он привлек к себе внимание ФБР еще в 2016 году. Его имя фигурировало в расследовании предполагаемого вмешательства России в президентские выборы США. Дерипаску американский Минфин считает близким к Путину. В связи с этим в 2018 году против него ввели санкции. СМИ пишут, что Манафорт сидит на зарплате у Дерипаски аж с 2005 года. Он один из самых известных и влиятельных американских лоббистов, обслуживающий с 80-х годов интересы всяких диктаторов и торговцев оружием. Ну а в 2005 году он якобы начал лоббировать интересы Кремля и Путина в Вашингтоне. Платил за это Дерипаска. Недавно Минью США предъявил ему обвинение в нарушении санкций. Министерство юстиции обнародовало обвинительный акт против миллиардера, алюминиевого магната и трех женщин, в том числе арестованной гражданки США. Не удивляйтесь, три женщины – это его пособницы. Но обо всем по порядку. Федеральная прокуратура Манхэттена обвинила Дерипаску и двух его сообщниц, жительницу Нью-Джерси и по совместительству гражданку США Ольгу Шрики, а также гражданку России Наталью Бардакову в сговоре с целью нарушить законы США. Еще обвинили Екатерину Воронину в даче ложных показаний. Воронина, кстати, по информации прокуратуры, была девушкой Дерипаски. Как показывают сегодняшние обвинения, Олег Дерипаска, работая на благо российского государства и энергетического сектора, стремился обойти санкции США с помощью лжи и обмана, чтобы нажиться на американском образе жизни и извлечь выгоду из него, заявила заместитель генерального прокурора Лиза Монако. Дерипаска под санкциями США с 2018 года. Потому ему постоянно приходилось искать обходные пути. И их он, пускай и временно, но смог найти. Через подставные компании он управлял тремя элитными объектами недвижимости в США. Нужно реально сократить НДС. Руководила всем Наталья Бардакова, а Ольга Шрики помогала продавать музыкальную студию в Калифорнии за 3 миллиона долларов. Что касается Екатерины Ворониной, ей Дерипаска пытался помочь родить двоих детей в США. Некоторые из обвинений касались того, что, по словам прокуратуры, было попыткой потратить сотни тысяч долларов, чтобы помочь гражданке Ворониной, по крайней мере, дважды съездить из России в США, чтобы родить и обеспечить американское гражданство для детей господина Дерипаски. В 2020 году Ворониной удалось уехать из России в США и родить там одного ребенка. Суммарно на жилье, больницу и проживание Дерипаска потратил около 300 тысяч долларов. Видать, российские реалии ему не очень нравились. Вы же здесь были в городе, да? Здесь нужно все. Дороги, водопровод, канализация. Ну, понимаете, нельзя дальше существовать. Это же какой-то каменный век. Через два года Бардакова и Шрики попытались опять помочь вернуться в США Ворониной для рождения второго ребенка, но в этот раз у нее не вышло. Ну, как-то она никого не заинтересовала. Теперь Дерипаске, Бардаковой и Шрики грозит по 20 лет лишения свободы за сговор с целью обхода санкций. Еще плюс 20 лет Шрики за уничтожение документации. Бардаковой и Ворониной еще по 5 лет сверху за дачу ложных показателей. Как бы там кто ни говорил, что санкции им нипочем, Запад им не нужен. Вот это вот наша упертость на Запад. Ну, не хотят они нас. Ну, надо забыть уже. На деле оказывается, что Запад таки им нужен. У олигархов бизнес и недвижимость на Западе. Их дети отдыхают на Западе. Покупают западную продукцию. Получают второе гражданство в тех же западных странах. Но законы там работают не так, как в России. Безнаказанно нарушать их не удастся. Из-за Путина не только простой народ живет все беднее. Чувствуют на себе тлетворное влияние войны и российские олигархи. С начала года они потеряли минимум 94 миллиарда долларов. Это почти три годовых бюджета страны. Больше остальных потерял основатель группы Ренова Виктор Виксельберг. Минус 11 миллиардов. На втором месте председатель совета директоров Северстали Мордашов. Состояние которого сократилось на 9 миллиардов 800 миллионов долларов. Ну и третье место Геннадий Тимченко. Друг Путина, акционер компании Новотек и Сибур. Обеднел на 9,5 миллиардов. Но даже это цветочки. Санкции и против конкретных олигархов, и против предприятий, и против целых отраслей экономики будет все больше. Пока Путин как минимум не прекратит войну в Украине. Путин бредит антизападной коалицией во главе с собой любимым. На деле же оставляет россиян один на один против всего мира. Ведь мнимая аннексия разозлила союзников Украины. И не на шутку. Соединенные Штаты. Я хочу быть предельно ясным в этом вопросе. Соединенные Штаты никогда, и я подчеркиваю, никогда не признают претензии России на суверенную территорию Украины. Этот так называемый референдум был фикцией. Абсолютной фикцией. Результаты были сфабрикованы в Москве. Ведущие цивилизованные страны совместно подготовили невиданные санкции. Раньше Россия еще кое-как могла обходить ограничения с помощью параллельного импорта. Ну, то есть контрабанды. Но вскоре про новенькие айфоны, лекарства, станки и бытовую технику придется забыть. А заодно и о сырьевых сверхдоходах. Это будет реально вызов для российской экономики, для российских экономических субъектов реализовать очень многие вещи в России, потому что мы банально не сможем их больше покупать нигде и привозить в Россию. Понятно? США заявили, кто помогает России обойти санкции, сам же под них и попадет. И первые результаты есть уже сейчас. Турцию, Казахстан, Узбекистан, Армению Путин почему-то считает своими союзниками. Но они уже отказались от российских платежных карт МИР. Теперь и в других отраслях от России также будут сторониться, как от прокаженной. Америка должна продолжать делать все, что в наших силах, чтобы помочь украинскому народу победить. Особенно ужесточат контроль в военной сфере. Наказание в отношении структур из третьих стран также может последовать за существенными сделками по оказанию материальной поддержки вооруженным силам или оборонно-промышленному сектору. А ведь без заграничных деталей оборонке уже сейчас приходится туго. Дальше будет только хуже. Санкции введены против общества «Новострим», основанного в апреле 2022 года китайской компанией «Синно» и армянской «Тако», которые признаны поставщиками продукции для компаний российского ВПК. Под санкциями оказалась и белорусская компания «Светлогорск» химволокно «Сахим» из-за содействия поставкам российскому оборонному комплексу. А значит, надежды на восстановление уничтоженной украинцами военной техники все меньше. А уж на разработку новой тем более. Ведь из-за аннексии под санкциями оказались наиболее наукоемкие оборонные предприятия. В санкционный список внесены российский научно-технический центр радиоэлектронной борьбы НТЦ «РЭП», занимающийся разработкой беспилотников компаний «Ратек», «Модуль», «Валтекс-СТ», «Радиоавионика» и другие. Да и на какие шиши строить новую армию? Ведь Еврокомиссия предлагает лишить Россию еще 7 миллиардов евро от экспорта. По данным Е-Обсервер, под новыми санкциями окажется алмазодобывающая компания «Алроса». Ограничения затронут поставку икры, водки, косметики и сигарет. Будет запрещен импорт российской стали и лесной продукции. И это только в придачу к уже заявленному ранее потолку цен на нефть. Проще говоря, платить Кремлю будут ну максимум 60, а то и 40 долларов за баррель. А ныне же он стоит около 86 долларов. Поставки газа Россия урезает и сама. А ведь углеводороды приносят примерно половину доходов бюджета. Вот так Путин лишает россиян привычной нефтегазовой кормушки. Великобритания также запрещает экспорт почти 700 товаров, имеющих решающее значение для промышленного и технологического потенциала России. Но Соединенное Королевство выложило на стол еще один козырь. Россия сильно зависит от западных стран в отношении юридических услуг. 85% всех юридических услуг импортируется из стран группы 7. Учитывая, что Лондон является международным юридическим центром, на Британию приходится 59% этого импорта. Запретит Великобритания услуги и других специалистов – архитекторов, инженеров, бизнес-консультантов и так далее. Забыть придется и о разработке IT-систем и программ. А это грозит стагнацией целых отраслей. Путинские воротилы загоняют народ во все большую нищету. Их не волнует цена, которую их страна заплатит экономически. Так и останутся сказками обещания якобы восстановить собственноручно разрушенные, захваченные территории. Ведь теперь на это не будет хватать не только денег, но и технологий. Также Канада расширяет санкции, введенные против так называемых ЛДНР относительно запрета определенных торговых операций. В частности, экспорт и инвестиции на оккупированных России районов Херсонской и Запорожской областей. А вот свободные от кремлевского ига украинские земли, наоборот, получают все новые и новые огромные деньги. Безотлагательная помощь в размере 12 миллиардов долларов для народа Украины, который ведет героическую борьбу против российской армии. А ведь сколько раз и Украина, и Запад предлагали Путину остановиться, сколько раз пытались договориться, дабы не усилять санкции и не опустошать карманы простых россиян. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честь. Поэтому мы готовы к диалогу с Россией, но уже с другим президентом. У нас, у Запада, здесь есть в распоряжении только два средства. Первое, это, как я уже говорил, отправка вооружения Украине. Второе, наше собственное сопротивление Кремлю. Сопротивление в энергетической, информационной и политических сферах, а также наращивание военной мощи, чтобы иметь возможность защищаться. Неужели безумные фантазии Путина о захвате даже небольшого процента украинских территорий стоят обнищания каждого россиянина? Они стоят лишения излюбленных благ цивилизации, стоят статуса изгоя во всем мире. Тем более, шансы даже на минимальную победу тают изо дня в день. Насколько сильно санкции влияют на экономику России, хорошо знает и вассал Путина Лукашенко. Послушаем, как он случайно подтверждает фактически полный коллапс с микроэлектроникой. Кремль ее готов покупать за любые деньги. Но вот проблема, никто не продает, потому что деньги российские испачканы кровью. Вот в последнем переговоре президент России сказал, мы готовы платить любые деньги за продукт микроэлектроники. Надо отдать должное, мы прилично подзагубили на постсоветском пространстве это направление. А без него нельзя. Без него не летают ни самолеты, ни ракеты, высокоточное оружие не работает. Ну ничего не работает. Не только целые отрасли российской экономики и олигархи страдают, а точнее отвечают за путинскую агрессию. Цивилизованный мир наказывает рублем также кремлевских чиновников и вот новый этап их детей. Дошли руки и до мажоров, которые по сути за ваш счет ведут свою роскошную жизнь. Преимущественно, конечно, за рубежом, на курортах, а не в России. Детки под запретом. Но давайте обо всем по порядку. США и Великобритания снова внесли в санкционный список российских топ-чиновников и их семьи. Ограничения ввели после того, как Путин подписал договоры о вступлении в состав России захваченных украинских территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей и заявил, что отныне их жители – граждане Российской Федерации. Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе. Чтобы это запомнили все. Люди, живущие в Луганске, Донецке, Херсоне и Запорожье, становятся нашими гражданами. По заявлению Путина, это Запад ведет гибридную войну против России, которая только хочет восстановить историческое единство. Как говорил Путин, историческое присоединение временно оккупированных украинских территорий на самом деле является квинтэссенцией всего этого сумасшествия, которое происходит в России и еще в очередной раз демонстрирует полную оторванность от реальности и Путина, и всей его ближайшей свиты. На самом деле все, что там было подписано, оно не стоит даже той бумаги, где ставили подписи участники всего этого шабаша. В новых санкционных списках появились юридические лица из российского военно-промышленного комплекса, ближайшие родственники некоторых чиновников, а также 278 членов российского парламента за содействие проведению России фейковых референдумов о аннексии украинских территорий. Сегодня мы видим как раз новый пакет санкций после вот этого фейкового присоединения украинских территорий к России и пострадали как раз вот эти винтики, механизмы, на которых режим Путина по большей мере и держится. В частности, в эти новые санкционные списки попал и сын заместителя нынешнего секретаря Совета Безопасности, а когда-то как бы президента России Дмитрия Медведева, Илья Медведев. До недавнего времени Илюша вёл, можно сказать, незаметный образ жизни, ведь информации о нём совсем немного. Известно, что в детстве Илья снимался в Яралаше. Крутой фильм! А потом учился на факультете международного права. Бывшие однокурсники Медведева-младшего рассказывают, что он был воспитанным, тактичным, щедрым, совсем не интересовался политикой и старался быть как все. Что же это значит? Медведев-младший, как все, приглашал одногруппников в резиденцию со слугами и собственным кинотеатром. Как все, оплатил выступление любимой поп-группы на выпускном. И это ещё не весь перечень, что может позволить себе Илюша Медведев. Ведь чем старше он становился, тем больше стал похожим на своего отца. Как и отец, Илья живёт на коррупционные деньги, украденные у россиян, и наслаждается своим положением. Внешняя простота и безразличия к политике не помешали ему вступить в единую Россию и стать частью путинской системы. В этом же списке оказались близкие родственники самого коррупционного министра обороны в российской истории Сергея Шойгу, а именно его жена и дочери. Одна из них очень известная активистка и как раз занимается патриотическим поднятием духа российской армии, ту, которую её отец очень успешно разворовывает. И в принципе на эти деньги они покупают яхты, особняки. А в то время, когда Шойгу отправляет на смерть тысячи российских солдат, его дочери наслаждаются жизнью. Такого там навалом. Для эфира просто три первопопавшихся взял. Там вся лента такая. Путешествует, спокойно себя чувствует. Папаша наворовал миллионы, сотни миллионов. Сделал свою любовницу, доллару и миллиардершу, о чём мы выпускали расследование. Сама Ксения Шойгу в 18 лет стала владелецей, это на тот момент безработная. Особняк на Рублёвке. Не обошли санкции и членов семьи премьер-министра Михаила Мишустина, главу Центрального банка Эльвиру Набиулину и её заместителей. Очень большое количество компаний, которые были на неё записаны в Европе, связаны с IT и с прочих технологических сфер. Всё, они перестанут работать, и ресурс финансовый очень сильно сократится у этих людей. Свои санкционные списки также расширила и Канада. В них попали несколько десятков человек. И такая тенденция, конечно же, только будет нарастать. Правительство планирует рекордное увеличение трат на полицию, разгвардию и спецслужбы. Финансирование репрессивной машины в 23-м году возрастает беспрецедентно, в полтора раза. А если подсчитать вместе с армией, то суммарно в следующем году на них спустят почти 9 триллионов рублей, или почти каждый третий ваш рубль. Как война и мобилизация добивают российскую экономику? Считаем. Это вот всё, иду, мобилизованные. Кремль отправляет сотни тысяч своих граждан на убой в Украину. Большая часть их – работоспособные люди молодого и среднего возраста. А значит, Путин собственноручно наносит сокрушительный удар по и так еле живой российской экономике. Это то, что зацепит всех граждан Российской Федерации. По подсчетам издания «Блумберг», мобилизация лишит работодателей примерно одного из ста работников. Если учесть пока еще скрытую безработицу в России, кажется, что соотношение не катастрофичное. Но это не так. Если вы берете ключевых, компетентных работников, на которых, в общем, это производство и держится, у них компетенции, которые заменить-то нечем. Поэтому не только сколько, но очень важно, кого. Кого. И здесь то, что я наблюдаю в этом процессе мобилизации, мне кажется, вот это вообще не учитывается. Из-за боязни попасть под мобилизацию сотни тысяч человек уже убежали из страны агрессора. Мы теряем не просто руки и ноги, мы теряем человеческий капитал. Зачастую они не просто трудоспособные, но и финансово стабильные граждане. В общем, суммарно мы точно потеряем больше 300 тысяч людей, кто уезжают, мужчины образованные, работающие на относительно таких местах работы, требующих компетенции. Это молодое городское мужское население. Ситуация обострится не на общем уровне, а по регионам. Мобилизация проходит в отдаленных от Москвы и Питера регионах. Там, в городах и деревнях, на войну забирают основную часть мужчин. Не призывая граждан, имеющие категорию годности, ограниченные военные службы, то есть таких ограничений тоже на данный момент нет. Так в деревне Тюменево Кемеровской области за один день мобилизовали всех мужчин, которые там жили. Массово по регионам забирают мужчин, полностью оголяя промышленные предприятия местного значения. Молокозаводы, хлебозаводы, мясные комбинаты. Всех мужчин хлебозавода призвали, то вы должны понимать, что объем производства хлеба в этом регионе упадет. Это однозначно вызовет дефицит, как ответственность рост цен. Но там, где продуктов и других товаров пока хватает, мобилизация ударит по потребительским настроениям, считает экономистка Renaissance Capital София Донец. Мобилизация – это сильный негативный шок для потребительских настроений. Мы увидим стратегию отказа от ненужных покупок и глубокое падение спроса. Оно уже началось, соглашаются другие экономисты. Обыватель в апреле-май сократил покупки непродовольственных товаров на 17%, в июне на 16%, в июле на 15%. То в сентябре опять ухудшение. За первые две недели сентября, еще до мобилизации, уже народ опять стал усиленно затягивать пояса. Уже после мобилизации. Сами понимаете, как это все ускорится. Усугубится кризис и в российском кредитовании. Кто сейчас побежит за ипотечными кредитами, не понимая, у него семья будет в полном составе или кого-то из этой семьи мобилизует. В итоге мобилизация отминусует от российского ВВП по самым оптимистичным прогнозам минимум полпроцента. Ускорится и инфляция. А последствия всех этих негативных тенденций, связанных с призывом, сохранятся в течение пяти лет. Но и это не все. Вместе с мобилизацией Путин решился на аннексию оккупированных территорий. И очередные санкции будут гораздо жестче прогнозируемых ранее. Резкое принятие восьмого пакета, в котором основное, по сути, будет введение граничной цены на российскую нефть. Что может в реальной действительности привести к резкому сокращению объемов производства этой нефти. Новые санкции, по мнению экспертов, обнулят российские доходы, а значит и ресурсы на войну. Нельзя было проводить мобилизацию. И вот это, на мой взгляд, самая большая стратегическая ошибка московской власти. А теперь подытожим все сказанное и показанное сегодня в следующем сюжете. Вполне очевидно, что мобилизация россиян на войну в Украину способна уничтожить не только самих этих мобилизованных россиян, но и экономику России. Как именно это будет происходить? Какие сферы народного хозяйства пострадают больше всего? И сколько, в принципе, идущий ко дну военный корабль Путина еще продержится на поверхности? Мобилизация по плану Владимира Путина должна была помочь уничтожить Украину. Но от такого решения в первую очередь страдает сама Россия. Россия теряет трудоспособное население. Из-за страха умереть в Украине сотни тысяч трудоспособных русских мужчин бегут за границу. Уже в Казахстан 290 тысяч человек бегут. Это только Казахстан. Что творится на границе с Грузией? Очереди на границах Российской Федерации с ближайшими странами составляют десятки километров. По разным оценкам аналитиков, Россию покинули от 800 тысяч до миллиона двухсот тысяч граждан. Эти люди являются участниками экономических отношений. Как потребители, то есть те, кто тратят деньги, так и те, кто создают валовый внутренний продукт. То есть те, кто работают, платят налоги. Миграция людей за границу – это сильный удар по экономике Российской Федерации. По факту, своим решением о мобилизации Путин просто запустил процесс ее уничтожения. Ведь уезжают как великие умы, так и простые рабочие, которые приносили в государственную казну немало налогов. Россия теряет активных экономических субъектов, которые способны создавать валовый внутренний продукт и причем создавать его в отраслях, которые имеют стратегическое значение с точки зрения долгосрочных перспектив государства. Банковские услуги, IT-сектор, высокотехнологическое производство. И те, кто бегут, вымывают из страны деньги, из-за чего бюджет России проседает еще больше. Люди выводят достаточно большое количество денег из страны. Снимают деньги из банковских счетов, в российских банках закрывают счета и уезжают за границу. Так банки одними из первых ощутили горькие последствия миграции. Кроме них страдают и строительный бизнес, так как многие люди просто не рискнут сейчас покупать жилье. В силу того, что часть людей покидает Российскую Федерацию, и рынок недвижимости, ипотеки и кредитования, он тоже будет снижаться. Что в своей совокупности, оно так или иначе ведет к снижению валов внутреннего продукта, снижению налоговых поступлений и так далее. Кроме сбежавших, есть еще и те, кто уехал воевать в Украину за путинские амбиции. Мобилизация, а именно 300 тысяч молодых мужчин, влияют на экономику даже больше, чем миграция. Ведь затраты на войну существенно выросли, подсчитывает экономист Олег Пензин. Средняя цифра ежедневных затрат российского бюджета на войну составляла от 500 до 600 миллионов долларов. Это было каждый день до начала мобилизации. По экспертным оценкам экономистов, на сегодняшний момент общие затраты российского бюджета подходят к 850-900 миллионам ежедневных, то есть резко увеличивается объем затрат, который несет российский бюджет, российская экономика на содержание этих вновь формированные подразделения. И если еще летом от продажи энергоресурсов Россия зарабатывала миллиарды долларов, то сегодня после введения уже семи пакетов санкций доходы госбюджета снизились минимум на 70%. Сегодня ежедневный доход от продажи энергоносителей сократился где-то порядка до 250-900 миллионов долларов. То есть на сегодняшний момент фактические поступления от продажи эспортной продукции в Российскую Федерацию не перекрывают затраты на войну. Экономика России зажата со всех сторон. Впрочем, наибольший вред ей наносит президент России Владимир Путин. Ведь своими решениями начать войну, тратить миллиарды долларов на оружие, мобилизовать и отправить на верную смерть тысячи здоровых граждан, диктатор потянул российскую экономику ко дну. Последствия люди будут ощущать в виде резкого снижения уровня жизни, образования, медицины, инфраструктуры и социальной сферы. В эфире была программа «Ваши деньги». Про тех, кто их ворует и про то, как они это делают, попутно отправляя сотни тысяч россиян на верную гибель. Смотрите нас в эфире телеканала «Фридом» по вторникам и пятницам в 16.30, а также в Ютубе в любое удобное для вас время. Канал «Грощи» подписывайтесь и увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова